Основными направлениями работы в 2022 году станет проведение мероприятий совместно с субъектами малого и среднего предпринимательства, работа с самозанятыми и популяризация предпринимательской деятельности. Об этом рассказал Владислав Зотов, заместитель главы городского округа Самара, руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли. В ходе совещания был поднят вопрос о предоставлении субсидий на компенсацию предпринимателям процентов по кредитам. Заявки на предоставление материальной поддержки закончили принимать 30 ноября текущего года. Всего было подано более 140 заявлений. У нас заложено в бюджете порядка 16 миллионов рублей. Пока по нашим подсчетам в районе 15-15,5 мы выдадим. То есть в конкурсных процедурах нет необходимости. Все нормально подающие заявки эти гранты получат. В следующем году подобная практика будет продолжена. Объем субсидий планируют увеличить до 23 миллионов. О существующей практике работы по продлению договоров аренды земельных участков у муниципального имущества рассказал заместитель руководителя городского департамента управления имуществом Александр Крючков. Он отметил, что в настоящее время существует 444 договора аренды муниципальных помещений, площадь которых составляет более 61 тысячи квадратных метров. На территории городского округа Самара сдается в аренду 4,5 тысячи земельных участков общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. В том числе заключено 1150 договоров под размещение нестационарных торговых объектов. В рамках заключаемых департаментом муниципальных контрактов на выполнение работ по подготовке отчетов об оценке рыночной стоимости арендной платы проводится работа по продлению договоров аренды нежилых помещений, зданий и сооружений с учетом требований действующего законодательства. В ходе заседания была рассмотрена стратегия комплексного развития города до 2025 года. Коронавирус затронул все сферы экономики, в том числе и развитие предпринимательства. Важнейшим фактором является глобальная цифровизация, которая потребует перестройки всех сфер экономики, а также государственного и муниципального управления. Эти аспекты необходимо будет учесть при стратегическом планировании. На совещании присутствовали представители Совета предпринимателей внутрогородских районов. Так Татьяна Шаповалова внимательно следила за ходом заседания, чтобы донести до предпринимателей Красноглинского района важную информацию. Задавали вопросы о том, как будут продлеваться договоры аренды земельных участков, нестационарных талаговых объектов. Также сегодня мы услышали информацию о том, как будут продлеваться договоры аренды. Вот эту всю информацию я саккумулирую и донесу до предпринимателей Красноглинского района. Кроме того, по словам Татьяны Шаповаловой, такой формат общения позволяет выносить на обсуждение те проблемы, которые волнуют предпринимательское сообщество и жители района. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События.